Всем привет из Израиля! Друзья, я направляюсь на встречу с моей подписчицей Натальей. И сегодня будет интересная беседа. Наталья прожила год в Израиле, но возвращается назад в Москву. И сегодня мы узнаем, как ей здесь жилось в Израиле, почему она возвращается. Надеюсь, она ответит на наши вопросы. От вас жду, конечно же, ваши истории, комментарии, лайки, подписки. И большая просьба, конечно же, пишите комментарии корректно. Давайте оставаться, прежде всего, людьми и писать человеческим языком, без всякого хамства. Наталья, добрый день! Добрый день, Ирина! Рада очень встрече. Так давно вас смотрю, и поэтому было такое желание встретиться, поговорить, о своих впечатлениях рассказать. Ну, хотелось бы, конечно, прежде всего, узнать, почему вы репатриировались, как вы репатриировались, где вы жили, сколько времени провели. Ну, да. Ну, давайте хотя бы коротко. Значит, мы репатриировались сюда 16 октября 23-го года. А решение об этом пришло, ну, наверное, как и у многих людей после начала специальной военной операции. Вот. Ну, мы с дочерью приехали. Дело в том, что дочь у меня журналист, и работала на последнее место ее работы как раз в зарубежном издании Moscow Times на английском языке. Ну, и кроме того, в глянцевых журналах в России, потому что занималась она культурой, модой, она работала с крупными модельными домами европейскими. И после, вот, когда на Россию санкции все наложились, они из России ушли. И поэтому мы вот как-то так подумали, что все-таки Израиль такая, вроде, передовая страна, родина WhatsApp, что она здесь сможет продолжить свою карьеру уже вот с этими, как бы, западными фирмами. И вот попробовать, как бы, сделать действительно для нее карьеру. Ну, кроме того прочего, опять, я неоднократно бывала до этого в Израиле. У меня здесь живет двоюродный брат, и я совершенно искренне прямо любила и природу Израиля, и все мне было тут хорошо, интересно. Не один раз я здесь была, но была я всегда в ноябре. И я так вот думала, что здесь всегда так уютненько, как в ноябре. Да, я была в ноябре. Да. Ну, и кроме того, знаете, я как-то вот, мне всегда казалось, что я очень не люблю зиму. Вот зима, время не мое, холодно, одежда. У меня вот была такая вот идея фикс пожить зимой в теплой стране. Ну, и опять же, я рыба по гороскопу, я люблю море. Опять, где море? В Израиле. Мне очень хотелось пожить у моря. Ну, в общем-то, все вот эти вот причины привели к тому, что, ну, почему бы не попробовать, раз такая возможность есть. И вот мы подали документы, получается, в июне 22-го года. И вызов на... Ну, у нас какие документы? Значит, у меня сохранилось свидетельство о рождении моего отца, подлинник. И, значит, остальные документы... Ну, мое свидетельство о рождении, где он записан евреем. И мы, значит, взяли в архиве свидетельство о браке дедушки и бабушки моих, где тоже записаны в справке, там записаны. В свидетельстве не записано, а вот в справке, которые берутся в ЗАГСе, там записана национальность, что и бабушка, и дедушка евреи. И, значит, опять же, справка о регистрации моих родителей, где тоже было записано, что папа еврей. В общем, вот все вот эти вот доказательства, что мой папа еврей, вот эти вот справки мы собрали. Ну, еще, естественно, по требованию консула, это справка о отсутствии судимости и о том, что ни я, ни моя дочь, мы не замужем. Ну, у меня, конечно, побольше справок было, потому что у меня-то брак был, а дочь не была замужем, у нее только вот эта вот одна справка. То есть, а, еще у нас были документы, ну, так уж мы в архиве их нашли, потому что бабушка и дедушка в Москве похоронены на еврейском кладбище Новостряковска, кладбище на еврейской половине. Все. То есть, как многие рассказывают, что там прям 10 килограммов документов, у нас такого не было. Вот эти все документы у нас были. Причем мы посылали даже их сюда, была такая программа Go and Go, Go to Go, когда можно было сюда приехать самим и здесь уже консульскую проверку проходить. Потому что одно время как-то она немножко притормозила в Москве вот обычная программа. И мы сюда послали в натив документы вот эти все, и нам пришло, ну, как бы первичное одобрение, что мы имеем право на это. Но я не хотела ехать без визы репатрианта, потому что у меня здесь есть родственники, но садиться им на шею, ну, неизвестно на какое время, это неприемлемо. Я уже хотела ехать с настоящей визой, уже со всем настоящим. Но тут, слава богу, в декабре снова это все заработало. Нам пришло новое, как бы, такое по почте из консульства московского, что давайте снова документы. Это типа посылайте нам, мы снова им послали. И вот в мае мне позвонили, что на консульскую проверку уже приглашают. И 17 июля, так интересно, 17 мая позвонили, 17 июля назначили консульскую проверку. И мы уже туда пришли. Ну, тоже немножко такая была обстановка нервная в Москве, потому что мы очень долго сидели, ждали и видели, как люди выходили. И вы знаете, ну, где-то примерно 50 на 50. То есть половина выходили с визы, половина отправляли дальше за документами. Мы зашли к консулу, консулу была женщина. Ну, нас тоже спросили. Я, конечно, там рассказала историю нашей семьи, она у нас довольно такая интересная. То есть, когда я рассказала про свою бабушку, все, она в компьютере все это увидела, что действительно и бабушка такая есть, и тут брат мой есть, и все тут есть. И поэтому, честно скажу, что никаких особенных вопросов нам не задавали. Вот исключительно только про семью мы поговорили. И консул сказал такую интересную фразу. Я вижу, с кем я имею дело, я вам визу ставлю. Тут же обратились, теперь же Сахнута нет в России, но вместо него есть ООО «Маром». ООО «Маром», у него ровно такие же функции. Как и Сахнут, да. То есть, да, да, «Маром». Они, кстати, они даже проводят, у них очень много разных мероприятий. Есть в Москве, просто почему-то они нам на это все стали присылать все приглашения сейчас, когда мы уже в Израиле. А до этого, может, они просто еще тогда не развернулись, я не знаю, потому что у них там они языку учат, у них там курсы есть, и там мероприятия какие-то у них есть, там про праздники разные и все прочее. Но вот нам они купили билет. Мы сюда репатриировались с нашей кошечкой. Поэтому, кто захочет вот с животными, когда будете заказывать вот как бы билеты через «Маром», нужно обязательно сказать, что вы с животным. Они делают тогда эту пометку. И нужно обязательно сказать, значит, ну они же берут билеты на «Эляль». То есть животное до 8 килограммов разрешается в салоне. Причем я очень сильно волновалась, потому что я знаю, что в некоторых российских авиакомпаниях, например, «Эс-Севен», не разрешается больше трех животных в салоне возить, остальные только в багаже. В «Эляле» разрешается. У нас там столько этих животных было, я их даже сосчитать не могла, сколько много. То есть главное, что до 8 килограммов и животное нормально с вами полетит. В принципе, я тоже очень волновалась, но это не так уж сильно и сложно. Животное должно быть чипировано, привито от бешенства и от мультиинфекций. И обязательно делается тест на антитела к бешенству. Ну, для тех, кто живет в Москве, это вообще не сложно, потому что там есть Россельхознадзор на Хорошевском шоссе, это метро «Беговая». Там все это делается очень культурно, очень быстро и очень хорошо. А в регионах? Ну, в регионах это тоже делается, естественно. Там же тоже есть Россельхознадзоры. Но как бы, я не знаю уж, конечно, как они там работают, но ехали люди из регионов. С нами, например, репатриировались из Липецка, они везли кошечку и собачку, они это все в Липецке сделали. И потом, на ввоз животного нужно обязательно получить разрешение из Бен-Гуриона. Это тоже не так уж было сложно, потому что у нас было указано, что мы везем кошечку, поэтому нам пришло очень подробное письмо на почту, как все это делать. Опять же, нужно брать справку о состоянии животного в течение пяти дней перелета. Вы знаете, потом, кстати, когда нам пришло уже письмо, когда мы все оформили, даже написали 10 дней, но мы рисковать не стали. Мы все-таки сделали это за 5 дней, чтобы уж никаких вопросов не возникло, а то скажут, что давно. Но это обязательно справка берется в государственный ветеринара, государственного, не участного. И вот потом, потом, с этой справкой о состоянии здоровья от государственного ветеринара надо получить уже международный сертификат на перевозку животного. Я это все говорю про Израиль, потому что в Евросоюзе другие правила, в Америке еще совсем другие правила. Вот это вот для Израиля. И опять, значит, для жителей регионов это нужно ехать будет в аэропорт, там получать вот этот международный сертификат. А в Москве можно, конечно, поехать и в Шереметьево, и в Домодедово, но можно опять же вот на это Хорошевское шоссе. Хорошевский проезд, извините, не шоссе, Хорошевский проезд. Ну, кому надо, те найдут. Это просто. Потому что там это все делается одномоментно. То есть мы не ходили к ветеринару отдельно. Мы туда приехали, это недалеко от нашего дома. Там сразу нас осмотрел ветеринар, прям там. И там же нам дали вот этот международный сертификат. И уже не нужно посылать там скан паспорта, потому что этот паспорт животного все в этот международный сертификат вводится. То есть в Бен-Гурион отправляешь свой паспорт. Вот животное было на меня записано, поэтому мой паспорт международный. Ну, естественно, заграничный. Значит, билет на самолет, который нам уже прислали из Марома. И его прислали нам, мы 16 октября улетали, нам его 6 октября. То есть за 10 дней прислали, а он у нас уже был. И вот этот вот скан вот этого сертификата. Причем тоже я так волновалась, что тут там шаббат и все прочее. Нет, они, слава богу, работают все время. Ну, мы в четверг посылали. Нам буквально, ну, буквально через 3 часа прислали уже согласие, что все, можно животное ввозить сюда, в Израиль. Дальше мы поехали, ну, как бы уже в Домодедово, непосредственно в день перелета. Значит, у кого есть карта иностранного банка, ну, люди же тоже едут и из Белоруссии, бывает там, из Казахстана. У кого-то есть банки каких-то других стран. Это оплачивается 100 долларов, стоит перевозка животного, непосредственно при регистрации сдачи багажа. Вот здесь же прямо. У нас, естественно, не было такого, поэтому мы оплачивали картой российского банка в кассе вот этой авиакомпании российская С-7. Она прямо рядом, недалеко от Эли-Аля расположена. Все, провели кошечку, все было дальше очень лояльно. Кстати, в российских авиакомпаниях не разрешают животное доставать из переноски весь полет. А в Эли-Аля очень лояльно отнеслись. Мы кошечку доставали, на коленках держались, стюардессы такие. Ходили только, о, хатуля, хатуля. Вот, так что мы прилетели. Ну, в аэропорту, конечно, все было прекрасно. Нас там встретили. Ну, прилетело нас мало, потому что это была война. У нас было всего 15 человек. Какого числа вылетели? 16 октября. Вот, 7-го началось, а мы 16 октября прилетели. Поэтому нам там выдали деньги, неплохие, наличные. Вот, сразу выдали не только теуда-то-ле, но выдали сразу временный теуда-дзиуд. Прямо там, в аэропорту. Это тоже, конечно, сэкономило нервы ходить в МВД, его получать. Потому что все, кто прилетели раньше, и они только по теуда-то-ле уже ходили отдельно. А что значит временный теуда-дзиуд? Вот, вот, и как бы, ну, вот эти вот документы у нас были. И выдали справки для банка, выдали кассу больничную. Кассу больничную? Да, 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 сразу в аэропорту. Но у нас просто вышла немножко незадача, потому что здесь 4 больничные кассы. Мы не знали, чем они отличаются друг от друга. И мы записались в Клолит, что она самая такая, вроде как распространенная, везде есть. А оказалось, что жена моего брата работает в Меухеддот, и это будет проще. И мы потом просто, ну, переделывались. А так, ну, они, в общем, короче, Клолит самая распространенная. Очень многие хвалят Макаби и вот Меухеддот. Ну, как бы, вот, мне кажется, вот из этих трех можно выбирать любую. Смотрите, какой город вы хотите, и в каком городе чего больше. Просто, мне кажется, больничных касс от Клолит гораздо больше. Нет, от Клолит, безусловно, больше. Поэтому, конечно, очень многие выбирают Клолит, потому что их просто, они везде. Они и в маленьких городах, и в больших, и на каждом шагу, грубо говоря. Потому что даже Меухеддот тоже крупная больничная касса, но ее меньше. Вот мы жили в Батьяме, и я ходила в Меухеддот. Ну, я, например, только одну там знаю, Меухеддот, Аклолит, она прямо вот, кругом ее. Макаби я вообще не видела в Батьяме. Может, она и есть, но я просто не встречала. Поэтому, как бы, вот это. Значит, банки тоже. Ну, мы вот выбрали Леуми, нам это посоветовала жена двоюродного брата моего. И мы ни разу не пожалели. У них очень удобный сайт. Мне прямо вот как-то он нравится. Он даже из России, кстати, работает. Вот мы на два месяца ездили в Россию, и свободно он открывался, и можно было там смотреть, и все. Да, ну вот. Они похожи, наверное. Ну, да, да. Вот, ну, в общем, короче, вот я как-то довольна этим банком была. Вот. Ну, а потом, конечно, к сожалению. Как вы искали квартиру? Ну, как? На Фейсбуке, честно скажу. Как-то я сначала очень сильно надеялась на помощь моего брата. Что мы там будем, вот этот, какой сайт-то этот, Яд 2. Яд читаем. Яд читаем, да. Но он же весь такой евритоязычный, как-то туда, ну, в общем, трудно. Но я вот вошла на Фейсбук, и, вы знаете, прямо вот я увидела первое же объявление. Ребята русскоязычные перездают свою квартиру в Бат-Яме, а мы приехали в Решен-Лицон к родственникам, месяц у них жили. И мы как-то туда вот прям поехали. И, видите, у нас же еще отягощенный был вариант с кошкой, не все же пускают с животными. А этот разрешал. И мы прямо приехали, посмотрели, и мы решили уже все. Как-то вот она действительно на 6 месяцев. Мы просто знали, что нам нужно будет в конце мая поехать в Россию, но дочери по работе. И нас это устроило, что это не на год, что мы не связаны будем, потому что... А это какая-то определенная группа или... Ой, я теперь уже честно сказать даже не скажу. Там же их много. Русскоязычные там что-то, Бат-Ям русскоязычная какая. По-моему, это был вот русскоязычный Бат-Яма, жители Бат-Яма, снять жилье в Бат-Яме. Там их как-то много. И я вот как-то их вот открыла и вот увидела, и вот все. Мы приехали и сразу... Там есть и сарафанная радиогруппа, и там тоже бывает. В общем, короче, я советую на все русскоязычные группы подписаться и там все смотреть. И вот мы там вот как-то... Получается, без риэлтора, да? Без риэлтора. Вот еще повезло, что ребята-то русскоязычные. Они уезжали в Россию. Кстати, в Омск. Да, Даша из Омска. Вот. И они вот нам пересдали. И, в общем, в этой квартире, это интересно, ну, понятно, что это старый жилой фонд, это дом на ножках, там, понятно, без ремонта. Но зато в этой квартире прямо живут и живут репатрианты одни за одним, которые потом куда-то уезжают. И у них была такая большая кладовка, куда они складывали вещи. И поэтому нам туда не пришлось ни чашки, ни ложки, ни поварешки. Там просто было абсолютно все в этой квартире, в этом отношении. Там салон и две спальни. Опять же, вот мы... Ну, вы знаете, мы платили, мы почему на нее еще и соблазнились, что такая была цена. Три шестьсот. Но после нас он ее уже сдавал за четыре. Поэтому вот цены такие вот подросли. Ну, по-моему, Хайфу, мне кажется, все равно дорого. Нет, однозначно. Вот я почему и говорю, советую Хайфу, что она реально на тысячу шекелей в Батьяме все дороже. Вот просто все. Поэтому, конечно, в Хайфе, безусловно, жилье более дешевое. Ну, мы выбрали Батьям, видите, родственники в Ришен-Лиционе. Я думала, ну, а вдруг нам понадобится какая-то помощь, чтобы от них там далеко не уезжать. Что они нам помогут перевезти вещи, потому что в Хайфу он... Да, да, да. Опять же, мы же, видите, мы из Москвы, из крупного города, Тель-Авив. Вроде как я, моей дочери, там вдруг придется работать, что в Тель-Авиве больше возможностей. Ну, и опять же, море в Батьяме же, там три улицы, господи, и они все там до моря пешком 15 минут, самое большое. Поэтому гуляли. В общем, вот из всех этих соображений мы его выбрали. Ну, сразу скажу, ничего у дочери, конечно, с карьерой здесь никак не получилось. Ни глянцевых журналов здесь нет, ни тех фирм, с которыми она работала в России, их в Израиле и не было. Предлагали только ни Кайон, и этот Метапеллет, и заводы. Куда-то ездить. Ну, в общем, конечно, она работала весь год удаленно на Россию, на эти свои же компании они присылали ей, но как бы вот в России. Поэтому, конечно, с карьерой здесь никак не получится. И поэтому было принято решение, что она поедет в Москву, потому что она еще и преподаватель вуза, там в Москве нужно. И мы 28 мая туда улетели. И, конечно, родина есть родина, Москва есть Москва. Все родное, красивое, чистое, после Бат-Яма. Вот. И, в общем-то, она уже там осталась. Какие у нас, на ваш взгляд, вообще в Бат-Яме? Что вы увидели? Что не нравилось? Смотрите, вот эти минусы. Да, сейчас я сравню. Значит, смотрите, вот конкретно про Бат-Ям. Значит, ну, очень грязно, очень грязно. Это просто какой-то кошмар. Я, конечно, помнила по моим прошлым приездам в Израиль, что тут не идеальная чистота. Но такой грязи, как в Бат-Яме, я не видела нигде. Ни в Тель-Авиве, ни в Иерусалиме, ни в Ришин-Лиционе. И вот сейчас я уже неделю в Хайфе по сравнению с Бат-Ямом. Ну, не Москва, конечно, но чисто. Вот намного, намного просто лучше. В Бат-Яме ужасная грязь. Там за какашки, за собаками не убирает просто никто, нигде и никогда. Там ходишь просто как по минному полю. И вот еще, что именно это Бат-Яма. Потому что немножко это было в Ришин-Лиционе, но ни разу здесь в Хайфе за неделю я этого не почувствовала. В Бат-Яме, ребята, это просто какой-то ужас, это Анаша. Этот запах преследовал просто повсюду. На набережных, в доме. У нас в доме вот они эти были, и там все это вот, вот этот вот запах. Это просто ужасно. У меня от него вот вся голова кружилась. Я вообще очень резко чувствую запахи. Это ужас. Еще раз повторяю. Вот я в Хайфе неделю ни дома, ни вот на улице, нигде я этого просто с этим вот не сталкивалась. Честное слово. А вот там вот такое было. Ну и еще, вы знаете, вот что, конечно, было очень обидно, какие трудности. Никто совершенно нам не помогал абсолютно вот ни с какими документами. Нам нигде не сказали, что существуют городские отделения Алии, где есть девушки, которые могут как-то вот помочь зайти там, записать тебя куда-то в интернете. Нам в Бат-Яме про это не сказали. Мы когда уже все сделали сами, вот просто сами, мы потом уже случайно идем по улице, я смотрю, о, дом репатрианта. Ну-ка дай-ка, я думаю, зайдем. Что это такое? Ну почему бы сразу-то вот наш куратор, к которому мы были прикреплены, про это не сказал? Потому что я ему-то писала в личном кабинете, и каждый раз ответ был такой. Это не наша компетенция, обращайтесь там в МВД, обращайтесь там куда-то, вот здрасте, привет. Ну так ты сам не хочешь, так скажи, что есть люди, которые этим занимаются. Потом-то я к ним ходила, они мне помогали, когда мы уже, извиняюсь, все сделали сами. Знаете, кто помогает? Помогают те, кто недавно репатриировался. Вот у меня Лола Ибрагимова, у нее есть канал «Жизнь в Израиле, стиль оф лайф». Вот у нее именно канал вот про документы, вот как оформить там это, это, это и так далее. Я потом ей прям звонила, писала, она нам все рассказала, и мы вот теудат-маавар, вот это лисе-пасе, мы получили только благодаря Лоле. Сейчас скажу почему. Потому что мы поехали это получать, теудат-зиуты, теудат-маавар, после того, как мы вот, ну, зарегистрировались в этой квартире, которую мы сняли в Батьяме. Записались мы, ну, тут же в Израиле тоже так, в Батьяме вообще нет отделения МВД. Ближайшее отделение МВД в Холоне. Туда мест не было. Нам предложили в Петахтикву. Ну, ладно, туда ходит трамвай, мы возле него жили, удобно, бог с ним. И вот хорошо, что Лола нас предупредила, что если мы едем получать это, когда три месяца еще не прожили, то нужно написать отказ от отказа гражданства. Потому что в течение трех месяцев ты имеешь право отказаться от гражданства Израиля. Ну, мы только приехали, что ж мы от него будем отказываться? А вот надо написать отказ от отказа. И мы приехали в эту Петахтикву, и она, естественно, нам культурненько говорит, а вам еще рано получать документы, потому что вы не прожили три месяца. Но я-то предупреждена, я уселась на стуле и говорю, а мы напишем вам отказ от отказа. Она тоже такая говорит, а вы анкету заполнили? Я говорю, ну что вы, мы же не владеем эвритом, мы же вот к вам приехали за помощью, вы нам сейчас поможете. Она поняла, что я не уйду, чтобы от меня не отделаться. Дала нам эту анкету, и даже мы у нее там спрашивали, где что писать. Ну, там, собственно, все это ты переписываешь там со своего этого Теуда Дзиута, поэтому там можно нарисовать. Мне нужна израильская настойчивость. Это да, это точно, это прямо не уходить, не уходить, нет, нет, я никуда не уйду. В общем, короче говоря, мы все вот это вот заполнили, это сделали. Но вот опять, слушайте, конечно, мы, как и многие репатрианты, не избежали, что нам сделали ошибку в документах. К счастью, в Лесе-Пасе все было правильно, в моем Теуда Дзиуте все было правильно, а вот в Теуда Дзиуте дочери, там на обратной стороне пишутся имя и фамилия, ой, фамилия, имена только, отца и матери. Она три раза переспросила, русскоязычная, замечу, нам еще повезло, что мы к русскоязычной попали, кто такой Анатолий? Анатолий, отец моей дочери. Кто такая Наталья? Наталья, это я, вот она. Она спросила, вот верите мне, три раза прямо, Анатолий, это кто? И в результате, мы это обнаружили уже потом, когда получили, значит, было написано Натолий и Анаталия. Я не знаю, конечно, на обратную сторону этого Теуда Дзиута никто нигде не смотрит, мы не собирались здесь никакие брать кредиты, поэтому мы махнули на это рукой и, естественно, ничего не меняли. Но если люди остаются на постоянное место жительства, может быть, это тоже когда-нибудь может иметь какое-то значение, и тогда это придется менять. Мне вот по своему пути мне пригодилось, к сожалению, не очень такой положительный момент, но... Ну вот, так что видите, вот такое вот было. Ну, кроме того прочего, значит, про квартирные. Ну, видите, первые полгода платят пособие, вот я пенсионерка, мне 66 лет, поэтому я уже по израильским меркам пенсионерка, значит, мне пособие 4000 было, потом 4132 шекеля. На одного человека? На одного человека, видите, опять, смотрите, мы, дочь взрослая, 41 год, мы были две единицы, мы считаемся две разные семьи, поэтому нам повезло, что мы каждое получали по корзине. Если приезжают, ну, например, пенсионеры, муж и жена, они не получают, они получают процент, он поменьше. И, как бы, у них и пособие идет тоже, не два пособия по 4000, а оно у них общее, да, там 6 с чем-то, ну, тысяч, уже не 8. Вот, конечно, это тоже, как бы, нужно учитывать, например, и когда там квартиру снимаешь, и все. Но это важно для одиночек, потому что многие боятся ехать. Ну, да, ну, вот для одиночек, вот я говорю, оно 4000, вот сейчас, на сегодняшний день, 132. Оно состоит из двух частей, я сейчас, ну, до шекеля не скажу, ну, где-то 1900, это пособие по, вот, старости, и 2000 там с чем-то, это, как бы, пособие до прожиточного минимума его дают. Первые полгода с этого пособия не снимают ничего в больничную кассу, но через 6 месяцев Битуах Леуми сам снимает 116 шекелей в больничную кассу, то есть на руки уже идет 4036. Вот, значит, квартирные платить начинают с 8 месяца. Один месяц выпадает, то есть ты 6 месяцев кассу получаешь, это, ну, как это, пособие по абсорбции получаешь, а квартирные будут только через месяц. И вот поэтому, пока ты получаешь и пособие, и корзину, надо подкопить денежек, чтобы там была у тебя подушка безопасности. Иначе это будет очень трудно. И вот опять у меня вышло недоразумение, потому что мне никто не рассказал, никто, как нужно это подавать, куда. Я об этом узнала опять же от Лолы, от своей, когда уже в Москве была, она выпустила видео про Министерство строительства. Я документы-то все собрала. Кто одинокий, он имеет право подать на социальное жилье. Тогда квартирные будут выше, потому что всем репатриантам квартирные платили из расчета 440 шекелей, но это только до июля. В июле в два раза уменьшились, 220 шекелей стало. Значит, те, кто не стоит из пенсионеров на жилье социальное, им вроде как говорили, тысячу шекелей, ну как бы дают как помощь на жилье. А вот те, кто встал на социальное жилье, там могут даже до 95% платить съемного жилья. Ну там тоже определенные, конечно, существуют. Если вы за 8 тысяч снимете жилье, никто 95% платить не будет там уже свое. Но, значит, вот чтобы это получать, нужно в министерство... Я-то подала только в министерство вот абсорбции Алии. И они мне не сказали, что теперь иди, мы у тебя приняли документы, а теперь иди подавай в министерство строительства. И я, естественно, не ходила, потому что я думала, все, я же подала. Мне даже смс-ка пришла, что вы вроде как поставлены. А это, оказывается, я просто в министерстве Алии поставлено, что я подала документы на социальное жилье. А я в строительство не ходила, поэтому нигде я не стою. Ну и, короче говоря, это надо туда принести целый пакет документов. Ну, понятно, там Теудат Зиуд, Теудат Оле, справку для пенсионеров, опять же, от лечащего врача, и справку от медсестры, ну, не от лечащего, от семейного, от медсестры, справку из Министерства строительства, называется Теудат Закаот. Вот эту справку я получила, и тоже мне в этом Министерстве строительства не сказали, что теперь-то приходи к нам, подавай документы, выдали мне эту справку, я ушла. Поэтому вот все это, когда собрав, нужно снова и договор. Договор обязательно об аренде на год. А у меня аренда была на полгода, поэтому у меня это тоже не подходило. Поэтому вот с этими всеми документами надо идти в Министерство строительства, и тогда они рассмотрят, что они будут платить. Вот это все. Ну, теперь, значит, мы 28 мая полетели в Москву. Я домой хотела, у меня внуки в Челябинске, дочери по работе нужно было. Значит, очень внимательно, пенсионеры, считайте, сколько дней вы будете отсутствовать. Если вы отсутствуете 100 дней и более, вы теряете все льготы. Вы теряете и по достижению минимума, и по старости. И здесь есть льготы пенсионерам на Арнону, на проезд 50%, на электричество. Если больше 101 день, все, вы теряете все. Значит, никто не говорит, день отъезда, день приезда входит в эту сумму или нет, поэтому я на всякий случай день приезда и день отъезда считала в отсутствии. Делала с запасом. То есть уже надо не 100 дней, а ну не 98, к примеру. Значит, если вы отсутствуете 72 дня, то, опять же, вы сохраняете льготы на электричество, на проезд, на Арнону, вы сохраняете по старости и по прожиточному минимуму. Опять же, я отсутствовала 69 дней, чтобы вот это все не потерять. Но никто не сказал, что льготу на квартирные вы теряете, если вы отсутствуете 60 дней. Поэтому, если вы хотите сохранить все льготы, значит, вы уехать можете, только, ну вот, особенно учитывая, что сейчас у нас рейсы то отменяются, то применяются. То есть это, ну, 58 дней. Больше не рискуйте, иначе все абсолютно вот полетит. Поэтому вот об этом нужно помнить. Но есть еще одна небольшая заковыка. Когда люди приезжают в Израиль, получают паспорт, с которым они могут путешествовать по миру. Они, здесь есть недорогие лоукосты. Они могут, особенно если они еще где-то подработали, они захотят полетать по Европе, куда-то недалеко. Значит, опять пенсионеры, будьте внимательны. Вы можете выехать только 4 раза. Если... Да, дорогая Ира, да. Это все вот я узнала только в процессе жизни. Я же год здесь. То есть, если вы 4 раза на неделю слетали в разные европейские столицы, и вы полетели 5-й раз, думаете, ну, я же не 72, не 60, не 58, отсутствие. Все. Пятый раз вы полетели, с вас тоже все пособия сняли. Видимо, считают, что раз вы можете летать, вы не нуждаетесь в никаких пособиях. Так что вот за этим, пожалуйста, тоже вы следите. И стыковка опять. Видите, какой главный праздник в Израиле, это Роша Шана, еврейский Новый год. Новый год европейский, они не считают праздником. А мы-то россияне это считаем, и некоторые полетят отдыхать в декабре, и прилетят в январе. Я не советую это делать. Все делайте одним годом, потому что там тоже как-то Битуа Хлеуми очень хитро все это считает, и вы просто вот влетите, потому что у вас на стыке года, вам потом в этом году не засчитают, или в этом. В общем, знаете, организация Битуа Хлеуми, она хочет максимально денег не заплатить. Поэтому она будет все это считать не в вашу пользу. Ну и последнее, что хочу сказать насчет больничной кассы для пенсионеров, это тоже будет интересно, что вот эта вот самая маленькая страховка, которую платит Битуа, ну которую Битуа Хлеуми отсчитывает с каждого человека. Ну да, ну я даже не знаю, что она дает, по-моему, вообще ничего, только посещение семейного врача и все. Потому что вот у меня у дочери такая была, мы хотели пойти, ну флюорография в России, всем делается вообще такое вот какое-то рутинное исследование, думаю, пока мы тут сидим, это страховку как раз с нее в апреле уже деньги сняли, думаем, хоть пойдем пройдем. Нет, за это нужно было заплатить еще отдельно непосредственно в поликлинике 37 шекелей, мы решили, что это дороговато для нас. А у меня, как у пенсионерки, была вот дополнительная страховка. Значит, она стоила, когда я начинала 85 шекелей, сейчас 88 шекелей. Значит, то есть уже это для пенсионера, в общем-то, накладненько. 116, та, еще 85, и это, то есть это больше 200 шекелей. Но не думайте, что это за страховку, вам тоже все остальное будет бесплатно. Нет, здесь ничего бесплатного нету. Ты почему надавала этот страховку? Значит, сейчас скажу. Значит, если вы пойдете, то есть вот семейного врача там посещать, это вот все в это входит. А вот если посещать специалистов, офтальмолог, там, лор, врач, кардиолог, там, кто-то еще, пройти там УЗИ или что-то, значит, если вы вот не имеете вот эту дополнительную страховку, ну, я честно говоря не знаю, сколько это будет стоить, ну, может быть 70-80 процентов. Если вы никакой-то страховки не имеете, так надо вообще там платить какие-то бешеные деньги? А вот если, да, вот. Ну, это если есть страховка? Да, да, да. Я говорю, что если нет страховки, то там сколько-то. А вот мне сказали, что если вы, значит, вот эту вот имеете дополнительную страховку, то когда вы пойдете к врачу, вот специалисту, вы заплатите 50 процентов. Ну, уж я не знаю, сколько это в шекелях, сколько у каждого стоит прием отдельно, видимо, у врача. Вот. За УЗИ, опять же, там как-то хитро. Вот за УЗИ вроде как ты не платишь, но ты платишь какой-то налог за это УЗИ в размере там 29 шекелей, как-то вот так вот. В общем, короче говоря, что все равно это довольно накладно. Ну, я думаю, господи, плачу, я плачу эту страховку, пойду я хоть что-нибудь пройду. Вот скажу, что я прошла. Я сдала анализы крови на витамины, там, на холестерин, там, биохимию, вот это вот все. поскольку дополнительная страховка была, то я денег вот за эти анализы крови не платила. Ну, не знаю, вот как бы мне сказали вот так. И там кал на скрытую кровь я сдала. Это обязательно они всем бесплатно делать. Момографию тоже. Ну, мамографию мне предлагали, я просто ее не проходила, потому что я проходила в России. И вот я сделала бесплатно вот эту флю, ну, рентген, рентгеноскопию, потому что у меня вот эта страховка была. У дочери, видите, была только первичная, ей деньги. Да, да, так я про что и говорю, что это все накладно довольно-таки. Вызов скорой, он тоже за деньги. Я даже специально ходила в поликлинику и говорю, послушайте, ну, вот смотрите, поликлиника работает только до 12 часов. И потом еще два раза в неделю, ну, это в Батьяме так было. И там два раза в неделю еще с 4-3 часа. А если со мной вот что-то случится, вот что делать-то? Ну, мне сказали, что берите такси или на автобусе, езжайте, видите, в Батьяме не было такого стационара, в холон, в приемный покой. Но там опять, в зависимости от вашей страховки, вы либо заплатите много, либо мало, либо не заплатите, если вы с чем-то серьезным приехали и вас госпитализируют. Поэтому, конечно, те, особенно вот кто едут из Москвы, где все хорошо с медициной бесплатно, тут будет очень много таких вот, не очень таких вот моментов. Но привыкают люди, живут, наверное, но вот просто к этому надо быть готовым. Какой вызов скорой? Знаешь, что дорого, если тебя не госпитализируют? Очень дорого. Это вот, я тоже у одной девушки, тоже блогера однажды слышала, у нее самая высшая страховка, вот та, которая включает еще и стоматологию. Ну, я, конечно, такую не делала, потому что это, разоришься насовсем. Хотя без страховки лечить зуб, мне кажется, это почку здесь придется продать. Вот тут очень дорого все. Вот. И она вот, как раз у нее там что-то было, там, и она обращалась, и это было то ли ночью, то ли как, почему она не могла вот как-то на чем-то уехать, что она вызов, я уже не помню эти подробности, но даже при самой высокой страховке она потом заплатила больше 200 шекелей за вот это. Да, за вызов скорой. А если это еще и не самое высокое, но это, а так, мне кажется, вот если просто, он где-то в районе то ли 780 шекелей, как-то вот так вот стоит очень дорого. Поэтому, конечно, тоже однажды я у себя в чате, Батьям, кто-то обратился, что вот у ребенка болит живот, что делать. Ему тоже так сказали, что все равно вам обойдется дешевле, если вы вызовете такси, и приедете в приемный покой, чем вы вызовете скорую. Потому что, если не окажется, что ребенка надо брать на операционный стол, то потом это будет очень большой счет. Поэтому, конечно, это все вот, ну, такие вот нюансы. Ну, а почему я решила вернуться в Москву? Ну, я здесь совсем одна осталась. Дочка в Москве, она уже работает там. Как бы, понятно, что она сюда не поедет, потому что здесь у нее нет перспективы, ну, а что ж я здесь буду делать одна? Очень тяжело климат. Я, конечно, вот я, получается, что я за год, я все испытала, все прелести. Мы привыкли, что дома у нас тепло. Здесь зимой, конечно, было холодно дома. Мозган включать, это дорого, даже с пенсионерской скидкой дорого. Мы привезли с собой обогреватель из России, я читала. Но он тоже, здесь высокие потолки, большие эти пространства. Он греет тебе руки или ноги, он не нагреет, все равно холодно, все равно. Поэтому, конечно, это некомфортно. Сезон дождей, вот у нас в Батьяме зимой 16 дней беспрерывно лил дождь. Он только чуть-чуть прекращался. Это тоже так вот, не для слабонервных. Ветры, вот ветры прямо, ну, просто сдувало. Слушайте, у меня как-то вот было, я за шкафом, и то меня прям сдувало с кровати. Хотя мы жили не на самом берегу, 15 минут ходьбы. И то вот прямо как-то. Ну, а потом солнце началось с февраля. Вот это какой-то такой диссонанс. Ветер еще, купаться ты не можешь, море холодное, ветры шторм, а солнце жгучее, прежгучее. Уже просто выйти, вот совершенно невозможно. Поэтому, конечно, для меня климат не подошел никак. Моя мечта перезимовать исполнилась, но я теперь согласна на русскую зиму. У меня есть зимнее пальто, шуба, сапоги. Поэтому я все-таки решила, что вот, ну, как-то нет, это вот не для меня. Ну, и менталитет. Ребята, знаете, когда вы приезжаете отдыхать, шаббат, ну, подумай, шаббат, ну, один день не работают магазины и транспорт. Но если у тебя нет в Израиле машины, каждую неделю шаббат, ну, если ты далеко живешь, ты и на море не съездишь. Ты вот как привязанный сидишь, потому что ты никуда не можешь. Если ты прошляпал и не купил вот продукты в пятницу, ну, бывает такое, у меня вот два раза так было, вот, ну, как-то вот задумалась, задумалась и все. И у тебя нет поблизости магазина русского, который работает в шаббат, ты тоже вот влетаешь. И это тоже, это очень... Потом говорю, шумно. В четверг вечером и в пятницу вечером натурально шумно, потому что они не понижают голос, они празднуют вовсю, прямо вот полночи. Мы к этому тоже не привыкли. это тоже, это тоже нужно вот, чтобы ты сознательно вот все это знал, что тебе такое предстоит. Я приехала в розовых очках, я думала, что это будет ровно так же, как я вот приезжала сюда отдыхать, но только немножко подольше. Вот. Знаете, что я думаю, что если есть мотивация, будет мотивация, то можно приспособиться ко всему. Но это на самом деле. Ну и уровень жизни, конечно. Все живут по-разному. Если у тебя там где-то не осталось, ну тоже всякое есть. Оставил свое жилье детям, уехал, это одно. И ты живешь вот в съемном жилье на старости лет. Потому что, чтобы получить тоже социальное жилье, ну это тоже 10 лет надо же в Израиле прожить. Я знаю случаи, когда через 8 лет давали жилье. Ну это тоже долго как бы. Это же, ну никто не даст его ни через полгода, ни через год. И, конечно, это нужно, особенно если ты хочешь какое-то, ну, приличное место, жительство. Конечно, может куда-то на территории можно и уехать, но это уже совсем другое. Поэтому как бы, я вот в Батьями, со сколькими людьми разговаривала, кто получил социальное жилье, это было не меньше 8 лет. Вот не знаю, как в Хайфе. Поэтому... Хайфа быстрее, хотя какое-то... Ну, Хайфа побольше город, поэтому, как бы вот, ну вот опять. Я говорю, конечно, если бы я начала сначала, я бы скорее всего все-таки Хайфу рассмотрела, а не Батьян. Потому что здесь все-таки больше возможностей. Хоть она и подальше от Тель-Авива и Иерусалима, но не каждый же день туда ездит. Поезд прямой, сел, поехал. А все-таки город и море здесь чище, чем в Батьями, зелени больше, жилье дешевле. Поэтому, ну вот это лично мое такое вот мнение. Ну, а плюсы какие? Плюсы какие? Ну, я даже не знаю. Море! Все, больше я... Опять, я не буду говорить плохого, но для себя я больше никакого плюса, кроме моря. Не нашла. Потому что даже продукты... Я так соскучилась по нашим московским продуктам. Туда же везут со всего юга России. Там же сколько помидоров, из Азербайджана, из Армении, откуда только не везут. Израиль, видите, еще как хитро? Они же продают только свое. И поэтому огурцы у них только одного вида. Помидоры тоже. Сейчас еще нет импорта из Турции. Помидоры вообще взлетели, да, Ира? Вообще до 15, 24 даже. Вообще ужас один. Ну, да, еще из плюсов манго. Манго здесь вкусно. И вот манго дешевле, чем в России. Батат тоже вкусно и дешевле, чем в России. Все остальное, конечно, очень дорого. Просто очень. И получается, я не говорю, что в Израиле нет хороших продуктов. Безусловно, есть. Но на наши репатрианские деньги их трудно купить. А то, что мы можем купить на свои деньги, то, конечно, это, как вот я в русском магазине говорю, слушайте, а что это у вас? Тут написано швейцарский сыр, тут написано швейцарский сыр. Этот, значит, стоит 4 шекеля, а этот стоит 8 шекеля. Она говорит, это потому, что сырный продукт. Так вы так и напишите, извините меня. Я недавно только об этом узнала, я думала, все сыр тоже сыр. Ага, конечно. А сырный продукт? Да. Я говорю, что такое, тоже есть в Израиле? Конечно, конечно. Только хитро не пишут, потому что в России теперь уже такой закон, что они не имеют права это не написать. А здесь, тем более, есть еще магазины, где вообще даже по-русски не пишут название-то, и попробуй. Поэтому вот говорю, поэтому, конечно, это все такое вот. Ну, конечно, понятное дело, что тут зима теплее, но тоже иметь свои нюансы. Ну, и ноябрь. Хороший месяц ноябрь. Самый лучший для посещения Израиля. Нет, природа, конечно, красивая, своеобразная, это тоже плюс. Конечно, тут вот действительно все это с жакаранда, когда цвела, это чудо было, конечно, такое. Но наша русская природа тоже красивая. Русские березы. Да, поэтому, знаете, просто все, закончено последней фразе. Опять, чтобы, ну, как бы, я пенсионерка, я про себя говорю. Ну, вот Ира попросила, потому что у нее просят многие пенсионеры ехать, боятся. Ну, конечно, никто не умрет с голоду, никто не останется на улице, это понятно, да. Особенно, если не стесняться, прям просить помощи, вот опрашивать. Мы просто в июле месяце с дочерью ездили в Петербург и ходили в музей Иосифа Бродского. Это же наш знаменитый еврейский поэт. И в конце 90-х, когда решили организовать этот музей, Бродские жили в квартире коммунальной, там было шесть семей. И, значит, вот поклонник Бродского, крупный предприниматель, который решил организовать этот музей, он переселил пять семей, чтобы сделать музей. И только Нина Васильевна, последняя соседка, для которой Бродский не поэт, а просто рыжий мальчик, которого она помнит рыжим мальчиком, не захотела переселяться. Ей предлагали кучу вариантов. И шикарные квартиры, и всякие квартиры, и квартиры в соседнем доме, и даже нашли вариант в этом же доме. И она сказала, нет, я никуда не уйду из своей комнаты. Старое дерево не пересаживают. И вот она одна осталась. Ну, ей отделили, поставили стенку, чтобы ее посетители не... Поэтому я тоже вот как-то для себя решила, что я пожила год в Израиле. Я не жалею. Это очень опыт был интересный. Я ведь даже ульпан закончила в частном... Сейчас три слова расскажу, да. Просто забыли, заговорили. Вот. Я пожила в другой стране, имею опыт, но я возвращаюсь, конечно, домой. Значит, про ульпан. Смотрите. Существует два вида ульпанов. Есть государственные ульпаны, и есть частные ульпаны. В государственных ульпанах, значит, группы по 30 человек. Конечно, потом у людей не хватает терпения, они потихоньку отсеиваются. Вот сейчас Лола в ульпан ходит, было 30 человек, осталось 15 человек. Значит, опять же, во всех ульпанах разные условия. Где-то прям говорили, аж пять раз в неделю учиться. Это совершенно ужасно, это невозможно, это очень тяжело. Ну, вот, три раза в неделю она занимается сейчас. Лола. И там занятия идут четыре, даже иногда пять часов. Это тоже очень тяжело, конечно, так заниматься. Очень трудно, это тяжело, это и, правда, и там задание. Значит, я училась в частном ульпане, я не платила за это деньги, мне давали ваучер, который стоил семь с половиной тысяч. У нас группа была шесть человек, даже часто бывало, на занятиях приходили пять и четыре, это практически индивидуальные занятия, конечно, это было очень хорошо. У меня прямо алиф плюс был твердый, я прям вот, мы сочинения, и в магазине могу изъясняться, и числительные, и все такое прочее, и спросить, куда еду, и там, как, где выходить. Мы, правда, очень много говорили, это было здорово, но, к сожалению, должна вас огорчить. С 1 марта 2024 года эта программа финансирования резко уменьшилась, она была раньше 6 миллионов шекелей, она осталась 1 миллион шекелей, поэтому теперь финансируют только 4 тысячи, они 7 с половиной, и теперь это нельзя сделать на ульпан алиф, то есть теперь нужно заканчивать только государственный ульпан, вот алиф, и после этого можете претендовать, если вы успешно сдали экзамен, то на вот 4 тысячи, там уже не полгода будет обучение, а 4 месяца, потому что им тоже частным, неинтересно заниматься за маленькие-то деньги, вот, но, опять же, поддержать моего, так сказать, бальзаковского возраста людей, после 60 лет экзамен сдавать не надо, если вы не хотите, вам сертификат об окончании дают автоматически, вот, потому что его сдать тоже трудно, там тексты такие трудные, хотя мой преподаватель был такой, он нам давал эти, ну, в течение, прямо вот через 2 месяца, через 3, через 4, и он все время говорил, ну, Наталья, ты же на 80 баллов сдаешь, а там проходной 56, но, опять говорю, это я такая вот способная была к языкам, и мы занимались практически индивидуально, а, в общем-то, на самом деле, это не очень легко, так скажем, поэтому вот остается только государственный ульпан. Спасибо. Всего доброго. Да, и вам тоже. Мира, процветания, мира, Израиль. Ам, Исраиль, хай. Ам, Исраиль, хай. Ам, Исраиль, хай. Спасибо.